В этот раз конкурс профессионального мастерства среди водителей такси решили провести на площадке перед торговым центром Лоран. В конкурсе приняло участие 8 команд. Это такси FM, Я такси, такси Курьер, такси 1331, такси Служба Везения, 5 звезд, такси Юнал и такси Фиат. В каждой команде по 3 человека. Конкурсную программу начали с презентации команд. Формат презентации выбирали сами участники. Самой яркой получилась презентация такси 1331. По творческой задумке клиенту приехали самые лучшие машины этого такси, да еще и в сопровождении трансформера и вертолета. Однако, несмотря на зрелищность этого шоу, презентация не играла важной роли при выявлении команды победителя. Из них презентация влияет на результат только в том случае, если по остальным конкурсам две организации наберут одинаковое количество баллов. То есть тогда уже презентация включается. Стоит отметить, что в городе порядка 20 организаций, официально осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров легковым такси. Принять участие в конкурсе пригласили основные компании. По мере приближения конкурса некоторые сами отказались от участия. Старания команды оценивало жюри, в составе которого был Сергей Верхоглядов, начальник управления регионального административно-транспортного контроля Министерства транспорта Московской области. В своем приветственном слове он отметил, что идея проведения подобного конкурса замечательная. В Московской области таких мероприятий больше нет. Действительно, Митров впереди планеты всей. Да, мы в рамках своей работы в Минтрансе сейчас помогаем создать ассоциацию таксистов. На территории Московской области после регистрации будет действовать такая ассоциация, которая будет в себя включать только добросовестных таксистов. В рамках работы с ассоциацией мы, конечно, будем рекомендовать и вот ваш этот опыт, конечно, будем продвигать. Это приятные и события, и стимулирует водителей, конечно, для того, чтобы они повышали свой профессионализм. Первым серьезным заданием для участников был конкурс «Водитель АС». По-другому – конкурс фигурного вождения. Всего четыре фигуры – гараж, параллельная парковка, змейка и разворот в ограниченном пространстве. Ничего сложного, особенно для тех, кто ежедневно за рулем. Все мы привыкли, что водитель такси – это профессионал, который отвечает за безопасность пассажиров своих. И, соответственно, он должен владеть этими навыками и выполнять эти упражнения безошибочно. Да нет, не сложно. Главное – выполнить все быстро и точно. Во время прохождения фигур учитывалось время и правильность выполнения. А еще водитель такси должен был не забыть пристегнуть юного пассажира, роль которого выполнял вот этот плюшевый медведь. Далее в шатер пригласили вторых участников команд – тех, кто проходил этап «Водитель-спец». Этот этап подразумевал сдачу стандартного билета по правилам дорожного движения плюс ответ на 10 дополнительных профессиональных вопросов. В «Водском», допустим, какого цвета фонарь-таксомотора должен быть, какая необходимая информация должна располагаться в салоне, какое необходимое оформление транспортного средства, оборудование, ну и дальше по профессии. Третьим завершающим заданием было задание «Мой Дмитров». Это задание специально разрабатывало муниципальное учреждение развития инфраструктуры туризма и инвестиций в Дмитровском районе. В рамках этого конкурса водитель получал маршрут, который состоял из пяти пунктов для остановки, пяти достопримечательностей Дмитрова. Они все разные, но мы не скажем, что мы их разрабатывали именно по сложности. Нет, это и достопримечательности православные святыни наши, это объекты культурного наследия, памятники, фонтаны. Конверт участник открывал только на старте. За правильностью выполнения задания наблюдал сотрудник ГИБДД или сотрудник административно-транспортного контроля. В маршруте Юрия Смирнова, водителя такси службы везения, значился стадион «Авангард». Без проблем доехав до него, Юрий сделал селфи. Это обязательное условие для каждого участника, чтобы потом жюри смогло подвести итоги. Пять пунктов для остановки, пять фотографий. Безусловно, конкурс есть конкурс, и победитель должен быть один. Однако, не менее важно, чтобы каждый водитель такси, вне зависимости от компании, мог назвать себя хорошим таксистом. Хороший таксист – это веселый, разговорчивый, позитивный человек. Должен ездить аккуратно, четко и быстро. Хорошо знать город, хорошо водить машину, быть урвовешенным всегда. Добрым, вежливым. Итоги конкурса подвели быстро. Тройка победителей – следующее. Третье место – такси «Курьер». Второе место – такси «ФМ». А победитель – такси 1331.